Трехдневные выборы губернатора жителей Рязанской области восприняли с одобрением. Ну а в самом деле пятница, урожай, дача. Видимо, поэтому стартовала кампания в области довольно бодро. Уже в первый день свои голоса отдали 30% избирателей. За два следующих цифра прибавила еще и остановилась на вполне общероссийском показателе. Выборы губернатора можно назвать состоявшимися. Они прошли полностью в правовом русле. Явка у нас 42,93%. По результатам у нас на первом месте Павел Ильич Малков. Он набрал 84,55%. На втором месте Сидоров. Он набрал 5,68%. На третьем месте Репников. 3,6%. На четвертом месте Рубина. Единственная женщина у нас была в избирательном бюллетене. Она набрала 2,68%. И Парсентьев набрал 3,21%. Расворачивайся. Здесь с любой стороны вниз. Сейчас вам скажут все, что нужно. Ждите. Спасибо. Сам победитель Павел Малков вполне демократично проголосовал на избирательном участке в седьмой школе. В официальный день, 11 сентября. Сделал это днем и даже успел призвать рязанцев прийти на участки. На мой взгляд, всегда надо участвовать в голосовании. Вот сколько в моей жизни было выборов. Я всегда свой голос обязательно отдавал. Потому что на самом деле мы с вами выбираем будущее. Мы выбираем развитие направления, по которому будет двигаться. Каждый раз выборы разные. Разный объем вот этого принимаемого решения. Сейчас, по сути, мы выбираем, как будет развиваться область. И считаю, что каждый должен отдать свой голос. Павла Малкова услышали в аграрных районах. Самым результативным для кандидата номер один стал Александр Невский. Здесь у Малкова 94,5% голосов в поддержку. В Михайловском – 92%. Здесь, в Скопинском районе, самая большая явка – 84%. Арифметика вообще получилась занимательной. В самой Рязани, у теперь уже точно губернатора, самая низкая поддержка избирателей. Если об этих цифрах вообще можно так говорить. 77% поддержки. И этому есть объяснение. Наименьшая явка, она в городе Рязани, а именно в Московском районе, в городе Рязани. Составляет 23,05. Чуть побольше в Октябрьском районе. Это 27,09. Если мы берем города, то мы видим, что в городе Касимове явка 42%. Стасово у нас немножко здесь повыше. Позитива в эту избирательную кампанию было больше, чем негатива. Те же цифры красноречивы. В 2017 году явка была 36%, в этом 43%. Жалоб на нарушение было 25%, но в реальности члены избиркома разбирались только по одному случаю. Никаких эксцессов, никаких обид, разрыв между кандидатом от власти и его соперниками и спойлерами – пропасть. Учитывая, что по сути эти, скажем так, претенденты избирательную кампанию вели вяло, результат закономерен. Весьма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok